Василий Обьёбов. Самый честный обзор на кайфбурге. Так как я очень популярный футблогер, я прохожу везде без очереди, мне по х**ю вообще, ой. Я блогер популярный, молчать. Молодой человек, я вижу, что вы хотите сильно покушать, но у нас порядок живого. Я очень популярный, я очень популярный блогер, пожалуйста, иначе вашему ресторану п**да. Я оставлю такой отзыв, никто сюда больше никогда не придёт. Посторонись. Так, ну сразу видно, сразу видно, что внутри народу не особо, вся очередь подставная, она даже не двигается, она просто для виду, чтобы люди думали, что здесь ажиотаж, что-то интересное. Народу абсолютно нет. Все вот эти люди, вы же купленные? Все купленные. Ну, как всегда, это Моргенштерн, да. Сразу в уши бросается вот эта вот уродская музыка. Я думал, Blackstar ничего не переплюнет, но здесь ещё и клипы показывают. Ммм, ой, ненавижу богатых, ладно. Так, что скажем по интерьеру? Ну, всё серое такое, невзрачное. Стойка помятая. Видно, на всём экономят, ребят. Ценули какими-то ремнями, чтобы не развалилось, понятно. Картины, которые, судя по всему, его фанаты тупые, десятилетние рисовали. Ненавижу богатых. Ой, здравствуйте. Что есть у вас? Что за названия, блядь, дебильные? Чизоид, дед, блядь. Блин, а можно потише вот это вот, пожалуйста, а? Аппетит весь просто испорчен уже. Аристократ, 689 рублей, это, блядь, откуда такие деньги у людей нахуй на булке? Мне чизоид, и не потому что он самая дешёвая, а потому что... Я хочу его просто, чтобы есть по закуске. Крылья мне и картошку. Ты хотел с какой-нибудь ходить? Самый-самый невкусный, чтобы был честный обзор. Колу, пожалуйста, без сахара, я слежу за... за собой, блядь. 100% мы засекаем скорость подачи. Время, время 14.56, запомнили. О, о, смотри, на стену себя налепил, блядь, долбоёб. Любуется собой, наверное, приходит сюда и на себя. Ненавижу популярных, богатых людей. Очень долго. Сервис говно. А, оплата карты. Можешь занять немножко. Да, понятно всё. Да, это легально. Блядь, остроумно очень. И вот эти отличительные знаки дьявольские. Что ж, давайте пробовать колу. Пожалуйста, помогли бы маску надеть. Пробуем колу. Полная хуйня. Сразу видно разбавленное, набодяженное, без сахара, полное говно. Не советую никому пить колу в этом заведении. Чё пьёшь? Колу. Колу? Говно, да? Да, согласен. Полное. А где заказ? Нет, это безобразие, блядь. Целых две минуты жду уже. Алишер, прошу, приятного аппетита тебе. Какой Алишер, блядь? Я Василий Обьёбов. О! Ну что ж, начнём наш самый честный, неподкупный обзор. Поприсаживайся. Ты единственный неподставной человек, правильно я понимаю? Упаковка, да? Квадратная. Какого хуя? Должна быть круглая. Именно так, я тоже так считаю. Вот это вот, тебе нравится вот этот дизайн? Кэо, знаешь, у него на шее Кэ, что такое? Это Као. Ну да, надписи смешные. Смотрите, вот это вот. Мечтал теперь моё. Не чавкайте, соблюдайте этикет. Банальщина полная. Это Чизоид. Чизоид, блядь. Оригинально какая, не могу. Так, для начала начнём с внешней оценки. Блядь. Во-первых, он квадратный. Какого хуя вы делаете квадратные бургеры? Это неуважение к культуре, я считаю. Посмотрим, что внутри. Сырный соус из Макдональдса, как я понимаю. И его очень мало. А это сыр, припечённый к мясу. Вот это, кстати, очень интересно. Я такого нигде не видел, но хуйня полная. Так, лучок у нас внутри котлеты есть, значит. Ну мало пиздец. Вообще. Ну и на всём экономят. Так, ну хорошо, давайте пробовать. Очень пачкаются руки. Перчатки не дают. Давай на счёт три. Раз, два, три. Рекламная пауза. Дорогие друзья, я хочу вам посоветовать от всей души и от всего сердца новый ресторан, который открылся на Никольской 10, дробь 2, строение 2Б. Называется он Кайфбургер. Открыл его один из самых, наверное, даже самый популярный и классный артист в нашей стране и СНГ. Здесь очень вкусно, прекрасные блюда, отличный сервис, очень услужливый персонал и вообще булки квадратные. И клипы очень классные крутятся здесь постоянно. Вкусно до невозможности, аж, ну, прикусываешь язык и, ну, тоже вкусно. Вот. И приходите, кушайте. Улица Никольская, 10, дробь 2, строение 2Б. И не забудьте подписаться на инстаграм. Рекламная пауза. Ну хуйня полная вообще, полнейшее говно. Ммм, полное говно. Во-первых, там есть хлеб. Это вредно. Мясо. Убили по-любому какую-то корову ради этой квадратной штуки, блядь. Это ужасно. Давайте посмотрим, что у нас дальше есть. Сначала пройдемся по упаковочке. Ну, она тоже с четырьмя углами. Это что значит? Понятно. Именно. Ну ладно. На этот раз они убили курицу. Понятно, это заведение убийц. Хочу отметить, что очень удобно вот так вот ее держать за эту косточку. Но это мы вырежем нахуй. Ну что, на счет три? Раз, два, три. Хуйня полная. Полная хуйня. Это васаби со сгущенкой. Ты проволока, они такое говно. Давай попробуем. Давай на этот раз ты начнешь. По-моему, это горчица. И нас наебали. Нас наебали, это горчица покрасили в зеленый. Ой, и посмотрите на этих бедных людей. Они ведь ждут, они ведь думают, что здесь реально вкусно. Квадратные булки, блядь. Ладно, сейчас. Хуйня полная. В общем, не тратьте свое время. Не приходите сюда. Не отдавайте свои деньги. Будьте умнее. Кушайте в школьных столовых. Ой, спасибо. Какая-то милая. Спасибо большое. Сервис хуйня полная, конечно. Слишком много положили, выпадает. Неуважение. Кулек, как от семечек в детстве. Хочется сразу отметить, что форма непонятная абсолютно. Это как будто маленькие картошки фри между собой скрестили. Просто выебоны. Ну что ж, насчет три. Тут все очевидно. Раз, два, три. Хуйня полная. Знаете, я бы сказал, ничего необычного. Вот где вы видели такую картошку? Я вот... Да хуя где? Где вы видели квадратные бургеры, да? На каждом шагу абсолютно. И вот крылышки, которые можно вот так вот с косточки жрать, блядь. Это абсолютно, блядь, везде так. Ничего нового. Соболезную, соболезную. Ммм, ну так гораздо хуевее. Ну что ж, я потратил 500 рублей. Лучше бы проебал их в онлайн казино. Или на кейсах CSGO. Даже не знаю, как так подытожить. На счет три подытожим. Раз, два, три. Хуйня полная. Все хорошо. Короче, я не мог больше там находиться и слушать это говнище. Поэтому решил взять с собой оставшийся бургер и прямо сейчас их вместе с вами, дорогие мои зрители, попробовать и сделать честный, самый честный непродажный обзор. Давайте сначала сделаем обзор на пакет. Пакет с налом. Ха-ха-ха. Я вообще поражаюсь оригинальностью, конечно, хозяина заведения. Лучше бы был пакет с калом. Было бы правдоподобнее. Здесь у меня все шесть бургеров. Давай, с какого начнем? Что это, блядь, такое? Итак, я так понимаю, это кусок стейка. Кусок стейка. Нахуя в бургере нужно два мяса, блядь? Жадничают, ребята, очень жадничают. Листики, помидоры вяленые. Ну, посмотрите, разве вот это выглядит аппетитно, блядь? Сейчас. Вот, пожалуйста, ожидание реальность. Вот как вы видели на фотографиях, как все красиво, вот в жизни, как выглядят эти бургеры, блядь. Знаете, честно сказать, хуйня полная. Так, это у нас, это у нас опять чизоид, чизоид мы уже ели. А, еда, пожалуйста, дорогие подписчики, не обращайтесь так с едой, но с этим можно, это не еда, это хуйня. Пахнет таджикой, блядь. По-моему, называется он Пабло, что-то на грузинском. Да я бы хотел сказать честно, но мне не платили. Хуйня. Бургер с грибами. Я против наркотиков, я даже трогать его не буду. Вау, смотри сюда. Нет, стой, слишком удачный ракурс, подожди. Ну что это, блядь? Это просто булка и котлета. Фу, блядь. На вкус как куриная котлета. О, ну это финальный бургер от Славы Мерлоу, как я понимаю, веганский. Визуально он самый огромный из всех, да. Сразу видно, Славины комплексы, блядь. Ну хуйня полная, конечно. Даже мяса нет. Ну что, дорогие друзья, это был самый честный обзор. Я надеюсь, вам понравилось и вы сделали для себя выводы. Ну как, приходите, конечно, в кайфбургер, разве что просто убедиться в том, что все хуёво здесь. Всего доброго, ставьте лайк, кушайте вкусно, сытно. Ум, все да. Спасибо. Продолжение следует...